привет друзья рад всех видеть на своем канале 6 андреевича у нас жара за бортом 26 градусов челябинске все 30 обещают майки футболки теплые вещи взял проезжаем данный момент бокал бокала ребят приезжаем на мосту стоят охранники нас караулят значит сейчас от александра боложанина трезвые дворы и еврей отходил узнал такую не очень новость что андрей горит заднюю издал адрес еще такой кислый сидишь андрей общественные дети которые с нами ходила ознакомиться можете на youtube канале трезвые дворы там полный ролик но и на моем канале здесь можете там я такой интро дел ролика заднюю дал испугался антона говорит что угрожал ему мы сейчас едем женщины она в челябинске ты это обсуждаем тоже эта ситуация машине вот как общественный деятель занимается вроде как мы пошли с александром да и он с нами вроде как и поддержать до тот момент у него во дворе такое творится дома и нашли ту компанию кто ему угрожал подошли они себя ненормально вели на нас полицию милицию начали вызывать вы принципе можете уже ознакомиться на канале там полная ролик полиция вот вы алкоголь вот в шубу спрятали свою куда зачем вы так говорите надо мужчину спросить тоже почему женщина твоя так дерзит короче зачем она так говорит объясни пожалуйста зачем она материт а закрывает все закрывает вот он вот андрей твои дворы женщина матерится пошел ты на три буквы они здесь по стояку так вот продают алкоголь и здесь бухают короче я говорю про людей которые здесь вот торгуют которые торгуют вот здесь торгуют и здесь бьют и еще ругаются и матерятся до несколько раз мы уже общались несколько раз вот здесь именно когда мы идем я вот у вас первый раз ну а мы не первый раз уже общаемся от проект трезвые дворец угрожал ты серьезно о нифига себе то еще то еще он напьется еще и угрожает да вот людям андрей а чё он угрожал чем говорю просто разговариваю в чем проблема смысле потерпевшая ты сейчас будешь потерпевшим разговариваешь на меня зовут александр воложанин ну конечно вы что сбухаете короче посылаете нас на три буквы подписан да а вот так вот то есть ты меня снимаешь чтобы мне отправить что мы с тобой в друзья а спасибо ребята смотрите мой подписчик проекта трезвые дворы он мне видео вот этот вот отправить который он сейчас снимает про меня вот ладно я тебя я тебя отправляю туда в тик ток и на канал youtube когда они так говорят потому что для них это нормально они а сейчас вызвали вызвали отряд полиции вот это мне нравится расплата и зарплата и бог о слушай вот этот человек нас материт короче она вызывает полицию и оскорблять наезжать потом вызвали в полицию вот далее после этого андрею вот этот вот антон позвонил стал угрожать и сказал что он его убьет и филатов естественно напугался мне звонит такой вот он не звонит угрожая что он не объеду я говорю андрей мне постоянно на протяжении семи лет идут угрозы такие ничего он тебе не сделает успокоишь да нет он там меня убьет там туда-сюда короче он побежал в полицию вот написал заявление на этого антона вот и как он мне потом рассказывает его полицейских гордо он отмотал короче вот такой суровый там туда-сюда андрей стал бояться и такой меня слушай александр давай не будем выкладывать видео это же спровоцирует у меня будут проблемы они в моем дворе жут андрей а зачем ты вообще пошел в рейд если ты такой трус если ты не можешь наводить порядок своих дворах ты не принимай просто в этом участие отады принял в этом участие а теперь начинаешь что-то заднюю включать звонить мне и говорить что мы были в чем-то не правы в итоге потом андрей мне говорит вот полиция я мне сказали что мы сами виноваты что они там тихо сидели пили а мы их провоцировали андрей я думаю ты все врешь полиция так не могла говорить а если тебе так говорила полиция то полиция неправа но все же андрея думаю что ты не прав ты просто трус ты струсил и начал мне звонить и говорит не надо выкладывать это видео а потом начал говорить вот он меня убьет никто андрей тебя не убьет и тем более после того как ты начал мне говорить все они хорошие люди я пойду с ними встречусь я пожму им руку и скажу что это вы во всем вина то есть трезвые дворы у тебя остались виноваты андрей ты не общественник ты просто трусливый человек я вот 7 лет веду проект трезвые дворы я что-то сделал для нашего города а ты просто залез пропиарился и потом сразу включил заднюю еще записываешь видео и говоришь надо жить дружно мы делаем неправильно перед ним трещешься мне название ваешь говорю что они хорошие люди что мы не правы андрей просто ты не прав его то что ты сейчас говоришь ты просто трус вот ребята послушайте что городе этот андрей после того как он мне позвонил сказал что его убьют он побежал к этому антону с ним записал видео и мы были не правы мы же общественники мы должны поступать со всеми хорошо вот а то что они там пухают у тебя во дворе андрей а ты заднюю включаешь и трусишь это просто ты андрей трус и не надо записывать такие видео ты опозорился андрей на весь челябинск вот филатов андрей я являюсь членом комитета местного самоуправления тосток тракторозаводский 7 августа в нашем районе последний рейд резать дорог я это движение знаю много лет оно занимается дорожным делом профилактикой правонарушения распитывал в городе поэтому я принял участие в этом рейде но к сожалению во время рейда произошла непредвиденная ситуация которая послужила причина развития конфликта между участниками рейда и жителями нашего микрорайона в данном случае что послужила причина развития такого конфликта это скажем так откровенно кое-какие провокационные действия активистов которые девушку которая здесь сидела вынутили вызвать поднимку потому что она от этих действий пришла скажем так в шок хотя полицию в данном случае общественных активистов послужили причиной раз раздутия конфликта чего допускать конечно наше простое время когда народ должен будет сплачиваться дружно и поэтому собственно я когда проанализировал ситуацию поэтому видеоролику который проходил здесь по нашему двору по нашему дому понял то что надо быть объективным объективно справедливым и и ошибки которые допускаются надо признавать и в будущем не справлять поэтому я принял решение записать такое видео с участником данной ситуации которые поначалу ребята реагировали спокойно но потом все это разгорелось в этом согласен с тем с тем названием которое разместил руководитель движения Александр Валажани когда назвал потому что там и терпилы алкаши терпилы Антона и Елена я все это неправильно я Елена знаю это очень хорошая девушка теперь в год не соглашаюсь в этом я не согласен абсолютно с этим названием давайте дружно суть самого вы увидите ролика уже у Александра Валажанина в трезвых дворах на канале у меня интро можете посмотреть но очень конечно неожиданно что Антон отскочил ой Антон отскочил я уже Андрея Антоном начал называть Андрей отскочил прямо он же от КПРФ баллотировался я как понял депутат он это по тракторозаводскому району и зачем он заднюю дает непонятно он объяснил что это мой парикмахер Лена всегда хорошая была добрая а тут она пьяная я первый раз такое вижу ну в полиции главное он заявление на них писал на четырех страницах нам объяснил а сейчас Александр мне говорит он заднюю дал как понимать вот это повар пишите в комментарии что об этом вы думаете я пошел со службы пришел племянник из Машкириева из Дувана из Дувана Кванский район из Дувана куда он брал дау на дороге он пришел значит с армии ну его предложили он кинологом с овчаткой с пограничником из Дувана из Дувана надо везти ну кто-то ведь разный тем более пьяный ну если ты общественный тем более трактор заводского района ну ты если пошел так и надо идти до конца да мы тебя поддержали тоже как бы я ролик снимал Александр ролик снял как бы мы до конца там были до вечера смысл этого всего вот эти ролики смотрю я говорю или правду говорю поверить будет выкладывать нет это на самом деле правда я вот хотел конечно 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 я очутился то есть я конечно все правдивое вот что Александр Воложанин снимает он даже без монтажа он просто склеивает их он ничего там не вырезает как там есть как там некоторые же монтируют блогеры там что-то а он всю правду то есть на его канале только правда вот вообще я раньше думал может он как-то монтирует или что-то ничего не монтирует просто склеивает такой человек который 7 лет посвятил пьянству трезвый двор да плюс поддержали то есть в разных городах его трезвые города то есть по всей России очень много создали тоже трезвые дворы от него да пошло он молодец лидер вот этого движения трезвые дворы плюс помимо того что он еще и цыганок гоняет ЖД вокзал очень много писали ему жаловались и он за них лет пять он наверное их гоняет но я с ними то я с ним тоже на рейде насчет цыганок был но я первый приехал увидел ему ему написал я говорю Александр смотрите я говорю давно хочу с вами встретиться я говорю вот как раз цыганки приехали сюда и вот Александр туда на вокзал приехал ему с ним увиделись и вот цыганки вот эти вот всякие миры сабель которые людей обманывают якобы гадают а на самом деле они воруют деньги и подписчики видео там скидывают как они на бабушку вот накидывались и после я тоже поменял к цыганкам мнение раньше они как-то для меня такие вот гадают гадают шарлатанки ходят вроде как фиг с ним а тут когда они уже на людей начинают начали нападать на бабушек беззащитных вот женщин выбирают когда очень воровства от них много началось вот этого и с рук сходить начало как будто у них куплено там все в полицию заберут там на монакова отделение тут опять отпустят и они как ничем не бывало там хозяйки вот этого мне если честно прямо-то разослился на них и думаю надо тоже как бы гнать гнать их оттуда с вокзала потому что очень много таких ведомых людей кого можно да-да-да-да вот там звезды Анфиса Мирсабель Роза там Маша Дуся вот эти вот главные звезды они всегда там вот я наверно завтра поеду посмотрю на вокзале если есть тоже пошугай они с Еманжелинска приезжают представляете с Еманжелинска мы узнали оказывается Роза живет в Челябинске с мужем Мушине Варяг работает в охранном предприятии Варяг я то думал она тоже приезжает с Еманжелинска нет здесь в Челябинске квартиры они там снимают четверо детей что ли а так они и детей тащат туда дети такие дай дяде денег дай это прям такие прям наглые и проезжаем садку маленечко осталось там золотоуст пиас чебаркур вот массажира взяли по пути который вы до областной полиции да подписывайтесь на канал жизнь Андреевича жизнь Андреевича жизнь Андреевича да а вы сами где в Челябинске живете есть а в Копейске живете по пирожку хотите взять ну там в Золотоусте можно в автоланче да 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 в автоланче можно так то я не останавливаюсь конечно ну давайте раз не поели то перекусите автоланч там ближайший будет а работаете здесь что ли ну с Челябинска здесь ну вот так ничего себе у вас тебя как зовут меня Александр Александр меня Андрей очень приятно взаимно у вас как я Денис зовут Денис приятно ну да ничего себе я то думал все наоборот в Челябинске едут работать как бы ближайший а у вас прям вообще эксклюзив из эксклюзива ха-ха-ха мы тоже с одним человеком ехали я не в сына не поминал я с ним тоже поехал в Челябинске работать в Челябинске говорит сюда не пойму почему так вот это здесь вот так мило наверное ну не знаю мне кажется в Челябинске ну хотя по зарплате может быть смотря я же не знаю кем вы там работаете там уже может здесь больше автоланч вон дальнобойщики кушают приехали пацаны пирожочков да возьмете да не кушали ничего сейчас он тоже вон какие-то туристы тоже ходят здесь ну здесь на самом деле много кто останавливается ну чё пацаны мы ждем здесь тогда идите ну ну кушайте так кто блогер из дальнобойщиков всем респект большой ну что к нам приехали сюда вон ребят разные регионы здесь 0,9 54 50 вот 0,5 ребят 0,5 Дагестан не знаю вот уринга так сказать ребят у нас здесь тоже какие-то туристы приехали цены я вам скажу здесь такие не очень мне нравятся ну большие сейчас маленько вам покажу раньше здесь и вкусно кормили а потом что-то сдулись они не очень не очень то нравится но иногда нет нет кофейку там взять если с собой что-нибудь можно а так как бы не особо там как бы нравится вот перекусить и что сидите а и ждать тоже ну вот цены ребята вот чизкейк вот такие вот каша манная 36 рублей вот здорово кстати нормально ну вот такие вот суп лапша ребят вот такие цены мясо рыбка слоёнышки вот и ланч сок кофе без цен как ты здесь ребят взял и мне не понравилось нуля кебаб что ли здесь взяли шашлык а мне вареное мясо принесли а цена за это была такая хорошая если только останавливаться ребята то круиз-кафе мы будем проезжать и обязательно покажу круиз-кафе вот там да там по-домашнему очень вкусно вы едете значит в этот в челябинск я говорю да конечно ну раз создал по логически то еду конечно ну мы горит с мужем будем горит выиграть через первых уже поедете под трассу N5 да повороте я говорю конечно да да это зимой было да 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 и в итоге это после работы а зимой же темнеет рано же подъезжаю значит в условленное место где забрать и смотрю такой локомотив стоит вообще здоровый как русский кузнец знаешь такой иван такой косичка там заплетена веревочка еще парами то свечу смотрю у него короче знаете холщовые нитки поделки то делают серенькая вот этот светерок а еще снежок такой идет ну не тепло нифига зимой представляешь я еще смотрю у него просвечивается пузы короче ну понял вот это и она как монашечка вся такая вся повязанная лицо только видно все закрыто я такой ничего себе ну думаю мы уже деревенские ладно сели она там у меня что то спросила кем ты работаешь я там сказал и самое интересное начинается когда она начинает про себя рассказывать это что в деревне скотину какую держишь чем занимаетесь она вот да у нас говорит барашки куры говорит корова я говорю ааа ну мы говорит это отказались говорит раньше в Челябинске жили отказались полностью от всего от интернета от телевизора вообще от мяса да 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 мы сыроеды вот это все как бы вот и говорит Андрей вообще знаешь что от тебя урла хорошая идет и говорит я сейчас тебе вот расскажу вот одну вещь но все равно тебе никто не поверит ну как бы знаешь я тебе расскажу и даже научу чему то вот ты не перебивай да слушай мне я сейчас тебе все скажу а она говорит сейчас будет знаешь что таинство ну нахер отец какой танец кто такая думаю ну деревенская ладно болтает там куры там овцы думаю какой же таинство едем дальше думаю освещением да 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 она мне такая говорит я своими словами скажу вот она мне говорит такая надо пройти три ступени на первую ступень вроде на носочки же ты встаешь закрой игры глаза андрею как приставлю как могу закрыть глаза игру я еду за рулем ну пора там представь там я не знаю не закрывая глаза но понимать что ты тянешься я все все хорошо тянусь ладно думаю старая ступень свои словами скажу она своими терминами психологически какие-то а голос такой монотонный будет скорее всего такая правильная в общем нужно отказаться от людской жизни от интернета телефона получается от родственника для родни то есть братья и сестры переехать чуть не себе в тибет сама себя найти сами собой научиться разговаривать понимать духовно ты чакра у тебя открывается и ты познаешь вторую ступень она пауза делает она сидит рядом я говорю оба спросить у вас какая ступень то она горит ну третье я горит только третье я грачу мы едем бензин тоже может полетим я ей говорю она не смешно отвернул запрыгалась яков там задергался короче машина закачалась темно ночь лес думаю при режу сейчас меня нападут еще хер узнать кто такие думаю надо стратегию менять у меня в голове игру я на нее смотрю я говорю уж не огорчайтесь я говорю я говорю такого-то первый раз вижу здесь я группа телевизору там слышал как-то ну тут вы сидите такой она говорит ну я же тебе сказала не каждому да ну увидеть меня услышать мой голос там знаешь я думаю ничего себе думаю я про себя вот это давай поездочка бла-блакар такой думаю блин от интернета они отказались от телефона как же они мне позвонили тогда я говорю я говорю такое извините конечно послышал я говорю вы от интернета от телефона она да да я говорю а вы же как мне тогда позвонили-то я говорю помимо того нам приложение бла-блакар установить там зарегистрироваться там занять андрей 21 века иногда пользуемся я такой еду дальше что вроде веганы же сказали я говорю так вы сказали же вроде веганы там да там мясо жене они даже совершенно верно поняли мы мясо не едим ну молочко иногда пьем но это отказывается это все я говорю а я говорю а зачем он кура то она говорит ну яйцо я говорю а баранка чёрная шерсть я кура корова молоко я говорю а мясо нет мясо не едим я говорю ему же мясо не ест нет а там локомотив яков зовут такой здоровый но все сиденье прикинь занял он когда он так шатается короче машина вот так ходуном ходит я говорю муж не с нет муж не ест она такая ков ты же мясо не ешь ну типа такого нет он два слова за всю дорогу глаза как у карася как у ока не верни красный краснючий я смотрю на него волшебник короче еще и говорю мы едем через амазель областная болица и вот тогда еще до площади революции ехал она ладно 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 едем болтаемся на горит андрей а вы читать любите я говорю ну как бы не особо интернет это все но говорит ну знаете вы же сейчас людей возите может они захотят и книги достает и там написано свидетелей гол я вот где собака-то зарыта неизвестно же кто думаю ну вот они были а то непонятно темно кто прыгнет не там не отзыву не было багара никого ничего вот кого везу не понятно же да вот вообще еще приехали короче на областную больницу мимо проезжаем я говорю вот областная больница на не смотри она улыбается она что-то мне рассказывает там такая шапокляк такая все рассказывать улыбается я на него улыбаюсь ну значит площадь революции подъезжаем к площади революции значит туда ягру все поехали она как приехали ты куда нас привез нас не суданка попугай в клетке яков сумки бери поехали успокойтесь женщина сейчас выйти я вышел чемодан и достаю слышим яков 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 я думал чё там случилось короче обхожу такой а машина седана такие его было чем другая я обману короче он тянет он вылезти не может короче я переднюю водительская пассажирская по максималке задвигаю туда давай доставать он у ее не могу и не могу вылезти ой оставьте мне или какого оттуда вытащил как пробка понял там вылетел короче сажись машине она мне кричит андрей назад когда поедете ягру нет надолго я в черный список думаю ну нафиг через три года она мне представляешь опять попалась там уже там другая история так что вот такие вот бывают люди вот после этого да я завелся камеры чтобы снимать таких волшебников здоровая большая только автоланч у рингу проехали и пробка как так вообще на меня сейчас будем на мосту еще стоять там светофор мост делают здесь счет непонятно стали дорогу что ли делают покрытие непонятно будем ждать будем ждать время то насколько уже две минуты восьмого ребят а мы только автоланч проехали хотел увидеть его азию значит вот у нас азия до европа стала здесь можете на наши сувениры взять разные а вот пробка что здесь случилось непонятно интернета нет хотел посмотреть что нам случилось они не может от настойте такая большая . . только их так байдан вайт маял борьба Idol змея на янегози get ime oے Все, ребята, по четырех полосочке ехать прямо от души. Наконец-то мы проехали. Пробки. Так, Чубаркуль, Курган, Екатеринбург, Уйская. Ребята, 20-20 время. Вот новенькие. А вот хундаечки везут. Несанчики. Смотрите, какой закат. А? Закат-то какой. Ребята, подписывайтесь на канал ЖСНТ, инстаграм. Ссылки будут в описании и здесь. Не забываем нажать, ребята, на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поехали. Кафе Круиз, про которое я и говорил. Очень вкусно. Так что Круиз, ну, кто знает. Как домашнее еда. Да, да, домашнее. Это пирожочки. Ну, что-нибудь с Челябинска назад поеду, когда в город Энн. Там чуть-чуть зайду, перекушу. Очень вкусные и доступные цены. Нормально. Вы там были? Была. Были, да? Да. Там рыбки, аквариум, по домашней обстановочке такая. Да, да. Мимо заходили. Ну, вкусненько, да? Даже знакомая у меня в серпе-станции работает на Талии. Она даже одобрила, говорю. Одобрила, да? Сточки чистоты. И, говорит, вкусно всегда. И свежая, и вся продукция. Так что, ребята, все лайфаки, секреты вам для вас. Язычок, говорится, любой, очень вкусный. Там, да? Деликатесно, да. Вон, че. Деликатесно, да. Ну, что, открывайте. Счастья, здоровья всем. Да, хорошо, круче. Выходные, хорошо отдохнуть, кайфануть. Подписывайтесь на канал, же с Андреичем. С удовольствием. С удовольствием. Давайте, пока-пока. Вам тоже хорошо отдохнуть? Ага, спасибо. Где у вас там жут-то вас? На кто машинке? Не знаю. Еще не приехали? Не, вы сказали с изумруда? Со стороны изумруда, сказали? А? Че вы? Гостиница? Мне гостиница? А, это Уралочка. О, я забыл уже про это. Блин, ну, спасибо за печенье. Вам тоже хорошо отдохнуть. В Челябинск я приехал. До свидания. Все уже. Попутчики вышли. Я что, стою, где изумруд? Где изумрудик стою, ребята? Завтра будет рейд, так что подписывайтесь на канал. Жизнь Андреевич в Инстаграм. Ссылочки будут в описании. Всех жду. Не забываем поставить, нажать на колокольчик этот колокол. Ах, чтобы не пропустить новое видео, ребята. Все. До скорой встречи, ребята. Всех целую. Всех обнял. По тебе незаметно, что ты. Ты хочешь взять весь мир. Хочешь, чтобы он был твоим. И тебе не надо любви. Увы, о-о-о. Сон, но я уйду один. Ведь я видел таки, как ты. И внутри мы все пусты. Увы, о-о-о.